Удачи и дружба с нами всегда, богатство и счастье это наша судьба, ну а первых на планете Земля суперзвезд, супергероев, элиту мира мы приветствуем нашим особым лидерским приветствием. Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире это наша судьба с легендарным олимпийским ростом, команду номер один в мире просветителей, педагогов, новаторов, созидателей людей роста, которые каждый день делают мир лучше, даря людям энергию, силы, счастье, радость, оптимизм и любовь. Ну и конечно же очаровательные, лучезарные, притягательные улыбки, друзья, улыбнемся себе, улыбнемся друг другу сегодняшнему прекрасному моменту, наполним пространство вокруг нас еще большим теплом, светом, радостью, любовью, поставим сердечко именно в таком состоянии, друзья, который несет каждый интеллект-тренер на любую встречу, на каждый суперджамп, на ежедневную академию величайших лидеров. Мы начинаем нашу сегодняшнюю трансляцию и делаем это по доброй традиции, с наших основ, друзья, с того, что объединяет нас в единую дружную планетарную команду. Это наши общие цели. Мы равны среди равных. Главные интеллект-тренеры планеты Земля, даже обращаясь к новичкам, которые стали практикующими интеллект-тренерами сегодня или вчера, друзья, и вместе мы голосуем за наши цели на ближайшие два года. Итак, поехали! Кто за то, чтобы создать компанию номер один в мире, дайте лайк! Кто за то, чтобы стать самым богатым, уважаемым человеком в мире, сердечко! Кто за то, чтобы создать самую дружную команду, 100 миллионов интеллект-тренеров на тысячу лет, два лайка в экран! Кто за то, чтобы спасти миллиарды хороших людей от ментально-психологических страданий, подарить людям новую, счастливую, ярчайшую жизнь, друзья! Кто за то, чтобы спасти экосистему Земли и человечества от самоуничтожения? Никто, кроме нас, помним всегда об этом! Ну и, конечно же, кто за то, чтобы оставить ярчайший след в истории на тысячу лет, который начинается с галереи славы и статуса звания практикующий интеллект-тренер Суперджам! Ну и, конечно же, ценности нашей 100-миллионной команды на тысячу лет! То, что прочнее бетона, стали, гранита, друзья! То, что является самым надежным фундаментом для построения нашей команды и компании номер один в мире и 100-миллионной команды! Это ценности вечные человеческие! Честность, уважение, дружба, благодарность, трудолюбие, железная лидерская воля, преданность делу Суперджамп, ежедневное создание новых практикующих интеллект-тренеров! Людей, которые давят свет, дарят энергию, несут счастье, оптимизм и радость с каждым проведенным Суперджампом! Друзья, и давайте вместе поздравим наших ярчайших легендарных героев, кто уже вписал свое звонкое имя в первую офлайн-галерею славы практикующих лидеров новой индустрии Суперджамп! Наши отцы, матери, основатели, друзья, новой индустрии Суперджамп! Вот они и наши аплодисменты звучат в честь Андрусишина Нина, Александрова Анастасия, Шерджаргал, Кобзева Людмила, Акопян, Варвара, Йоу, Светлана, Елизавета, Базия, Горельма! Наши аплодисменты ярчайшим королям и королевам! Ивашка Евгений и Наталья, Роберт Ра, Малашина Лидия, Уран Чемек, Бояр Сарул, Раздобуткины Олег и Надежда, Аманженказы, Жанаргуль, Баргливуд Елена, Бичурин Олег, Макаренко Вера, Бабачихина Ольга, Аданзая, Зулкаша Фрасу, Счастливая Ирина, Кожевникова Ирина! И, конечно же, легендарная Аманжаргал с результатом 27 новых героев, друзья! Аплодисменты нашим супергероям, суперлидерам, первым на планете Земля, практикующим лидерам в новой индустрии Суперджамп, друзья! Ну а мы двигаемся дальше, друзья! И сегодня у нас большой праздник, потому что на главную трибуну Всемирной Ассоциации Интеллектренеров приглашается легендарный основатель Суперджамп Владимир Викторович! Благодарю, дорогой Пётр! Приветствую вас, дорогие друзья, соратники, сотоварищи, самыслители, сотворцы, партнеры с большой буквы! Приветствую вас, создатели новой 10-триллионной индустрии Суперджамп! Приветствую вас нашим лидерским приветствием! Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире! Это ваша долгая-долгая, счастливая, богатая, мультиляндерская, величайшая судьба! Аплодисменты самой величайшей команде всех регионов народов! Дорогие коллеги, вот я сейчас такой радостью, гордостью смотрел, когда Пётр произносил наших героев, наших уже исторических героев, галерею славы. Я хочу поделиться с вами, что сегодня, через 11 часов, вот после нашей Академии величайших лидеров, мы с Александром Сергеевичем Коноваловым будем наклеивать уже на скрижали исторические новые имена, которые появились у нас героев за трое суток. То есть мы договорились так, что раз в трое суток, а Пётр передает данные Александру Сергеевичу Коновалову, нашему замечательному интеллект-тренеру, и мы наклеиваем с ним и снимаем видео. А раз в три дня, чтобы такой ритм был. И, конечно, коллеги, пользуясь случаем, я призываю всех, ребят, ведь высоту-то планку взяли невысокую специально, чтобы новые герои, новые звезды, новые короли и королевы оказались навеки вписаны в галерею славы. Это такой, знаете, тест. На что тест? На лидерство. На мудрость. Как можно упустить сегодня, ребята? Рождается первая новая индустрия укрепления вентального здоровья. Как? Я даже не понимаю. Ну как можно не рвануть, не набрать группу, не сделать там условия-то такие, да, вот прям для новичков. Поэтому я призываю всех не быть слабачками, не быть лентяями, не быть, ну, так скажем, немудрыми, да. Сделайте всё. Потом будете благодарить себя и меня за то, чтобы быть в галерее славы, за то, чтобы быть действительно основателями, матерями, отцами новой индустрии на века. Сегодня школа наша очень глубокая, стратегическая. Вот есть школа, которая, ну, что мы делаем? Поднимаем самооценку или расширяем кругозор. Ваш тренер, да. Или выполняем другие задачи, акцент расставляем какой-то, делимся мудростью лидерской, да, приёмами практическими, как это делают наши величайшие восьмые ранги. Но сегодняшняя школа стратегическая. Я хочу поделиться с вами опытом уникальным, который был только у меня и у Петра Силкина. в области развития человека, понимание, что человек не может быть счастливым. Он не может гордиться собой, если он не развивает свою личность, как когда-то. Сказал великий Сократ, нет ничего прекраснее провести жизнь в развитии себя и своих близких и родных. Кто со мной согласен, дайте сердечко лайк. Есть, конечно, ребят, конечно. Итак, смотрите, тема школы. Ежедневное развитие рост личности – это важнейший источник вашего счастья, гордости, самоуважения. Это ваши крылья. Вот почему важно быть практикующими интеллект-тренерами, да. Коллеги, поехали. Личная короткая история. А когда я задумался на эту тему, что когда мы растём как личность, неважно, через интеллектуальные, волевые преодоления, потом усталость проходит со временем, да, и мы вспоминаем эти месяцы, годы, поверьте мне, как самые счастливые в жизни. Дело было так. Я планировал после школы поступать в Краснодарский институт спорта, потому что в Краснодаре и в Москве только было отделение гребля. Я занимался греблей, был в сборной юношеской СССР, но как бы судьба прописана. Любимая моя работа, тридер по гребле, педагог. И вдруг у меня погибает брат. Я возвращаюсь срочно в Тольятти, потому что мама с папой посидели, естественно. Одни остались, а в Тольятти в то время был только один вуз политехнический. Это сегодня как-то вот звание инженера уже начинает, да, как-то доминировать. А раньше в СССР кто помнит? Завмак, продавец, директор магазина, да? А инженера на самом дне был. Как и учили, как все, да? Как говорили тогда, у кого ни тех, ни этих, как-то, тот идет в политеху. У кого ни этих, ни тех, тот идет в политеху. Но для меня в политехнический институт поступить было очень тяжело. Но я не готовился. Там же совершенно другие экзамены. Да, если физкультурный институт, там, биология, что-то еще там, то здесь технические знания. Я всю жизнь голодость-то провел на сборах, на тренировках. Я поступаю в политех с колоссальным трудом. И то бы я не поступил, если бы не тренером, да, вот Никитин, и помог он, да, там, не хватило мне чего-то было. И то, что в этом институте учился мой брат, а у него была очень хорошая репутация, ну, который погиб в староста группы. Староста поток, его личный ректор, знал и декан. Мне это помогло поступить в политех. Но там же сопромат, да, там теоретическая механика, это высшая математика, а у меня просто пробел. Я вот хорошо помню разговор с тренером, он был завкаст, который тогда, да, тренер, мастер спорта международного класса, да, вот, Никитин. Говорит, я помню хорошо, как он меня, ну, встретились, он говорит, Володя, надо начинать тренироваться. Я говорю, Константин Ильич, вы как, ну как? Я вообще ничего, ну, мне, я, дай бог, я каждый, там, я, знаю, экзамен, вот думаю, как мне термин ставить сопромат, потому что у меня базы нет. И вот он мне сказал мудрейшую истину, которую я потом, мы потом с Петром проверили и с Александром Сергеевичем на всю жизнь. Говорит, Володя, тебе будет архитяжело, тебе будет очень тяжело. Тебе будет запредельно тяжело. Но запомни, тренер, пройдет время, ты забудешь про усталость, про кровавые мозоли, про безсонные ночи. Но вот эти вот месяцы, годы сверхусилий, ты будешь вспоминать, как самые счастливые в жизни. Я стою, так думаю, да, ну, так я вырвался, почему? А потому что ты будешь расти как личность. У тебя будет расти характер. У тебя расти будет лидерская воля. Ты будешь расти как личность. А человек не может быть счастливым, да и человек, если он не растет, не развивается, ну, так вот, что-то вот там, посмотри-ка на этих негативных шейков, да, денег много, золото, дворцы какие-то, тут что, такая архитектура вся цыганщина такая, да, такая вот. То есть личности нет. Денег много, золота много, а личности нет. Это правда. И вот тогда я усвоил урок. Так получилось, что мы бросили вызов и решили сделать самую качественную водку, обогнать Apple. Apple, говорю, господи, это абсолют, что там, какие водки, дорогие, Смирнов, Абсолют, Финляндия, да, и этот самый, Абсолют, да, шведский. А мы ничего не знали про водки. Мы начали заниматься, тогда вот не было интернет, тогда логистика такая была, ну, тяжелая. Ты должен всегда был, чтобы улететь в какой-то город России, ты должен долететь до Москвы, вот этот хаб такой, и полететь дальше куда-нибудь. То есть издаляй ты никуда не улетишь. И вот мы собираем, я собираю команду, как сейчас помню, 16 человек, ребят. А после кризиса запускали, у меня долги, полумиллиона долларов, я занимаю еще денег, чтобы коттедж снять, чтобы вместе работать, жить. Мы приезжаем в Москву и стоять, покорять, да, алкогольный рынок, столицу. Я помню хорошо, Александр Сергеевич Коновалов, я помню, мы первые с ним приехали в коттедж. Мы его сняли, как-то, что все вместе, жить и работать, спать и зарядку делать, и все. Поехали, купили пельмени в пачках, что-то пообедать, надо поужинать. Вот, что-то еще купили походу. И такие, ну, сварили пельмени, а сами работают. Здесь калькуляторы, цифры, бумаги, да, и, блин, черпака нету. Что делать? Ничего, кружки эти пельмени, черпаем, едим, смеемся над собой. И потом подъезжают ребята в этот коттедж. Я собираю, как мой тренер, да, Никитин, говорю, ребята, не пить, не курить, делаем зарядку. Спать будем по четыре часа. Я, говорит, гарантирую вам, что будет очень тяжело, ребят. Очень трудно будет. Но я гарантирую вам, надо было продержаться, может, полгода запустить, чтобы все с нуля. Да, мы же никогда не занимались этим. Но я гарантирую, вы будете вспоминать, как самый счастливый момент. Жизнь, гарантирую. И так получилось, да, тяжелее всего мне было, потому что мне еще надо было строить стратегией, маркетингом заниматься и так далее. Мы выдержались с мальчишками, ребята, заработали кучу денег, купили квартиры, машину, кто себе, кто хотел. Мы разъехали из этого коттеджа. И вот всю жизнь эти ребята, всю жизнь ребята, потому что там кого-то, ну сколько лет так прошло, да, вспоминают. Да, вот эту битву, да, эти перегрузки, этот вызов, как самые лучшие месяцы в жизни. Потом я с ними собирался, встречался, и немного часто ребят передают, поверьте мне. Я максималист, вы уже заметили, да, если уж делаем дело, быть первыми в мире. Да, кстати, в истории так было у меня всегда. Да, машиностроение там, ну где бы я ни занимался. И я часто слышу, они уже взрослые ребята там, да, что, ну кто-то встречается знакомый из знакомых из разных компаний, которые я создавал и запускал. Но я часто слышу одну и ту же фразу. Блин, с Довганем было очень тяжело. Но это были самые счастливые месяцы и годы в моей жизни. А почему? Вот она стратегическая школа. Потому что в этот момент росла их душа. Личность росла. Их суперсоразвание душа запоминает на всю жизнь. Именно те моменты, когда вы росли. Когда расслабленные там, не знаете, вот как этот кисель, как этот холодец, да, жиле, жиле, мозг становится, но никто не вспомнил. Они годы проходят просто, знаете как, десятилетия вот пролетают. Но когда вы растете как личность, когда вы растете, ваш интеллект, характер, да, лидерская сила, железная воля, вот это и есть один из главных компонентов счастья. Вот я вам гарантирую, ребята, сейчас я расскажу вам о уникальном опыте, который был у нас с Петром Силкиным в компании Дельстар. Почему я уверен, и вы это чувствуете, да, я же не играю роль, что мы сделаем 100 тысяч интеллект-тренеров практикующих. А знаете, какие чеки будут у вас, когда 100 тысяч команды практикующих интеллект-тренеров? 120 миллионов долларов в год, этого никто никогда не зарабатывал, никаких команд, поверьте мне. Представляете, там бывшая пенсионерка, да, ну вот, допустим, наша Раиса Михайловна Климова, моя любимая студентка, Раиса Михайловна, восьмой рам. Представляете, вот она зарабатывает будет 120 миллионов долларов в год. Да, это, ну, космические деньги, как вы думаете, это хорошая реклама, это супер реклама. А почему я уверен, потому что с нуля создана была команда 120 тысяч дистрибьюторов, партнеров, и это пройденный путь. А вот что интересного было, что мы делаем такого, что в мире никто никогда не делал. Вы сейчас узнаете, и это очень важный опыт. Итак, смотрите, коллеги, что такое компания Дельстар, да, косметика, БАДы, бытовая химия, там, и вот все то, что, ну, там, парфюмерия. Начали с одного продукта, с нуля, а потом уже вот из каталога, вот в интернете мы нашли, прям, что попалось, да, каталог уже 750 продуктов. Думайте, с одного продукта, без алкогольного бальзама, словита, да, и 750 тысяч, да, всяких уже артиклей. Петр, как уже СЕО, президент компании, каждые три недели, вдумайтесь, печатал 250 тысяч каталогов таких. Каждые три недели четверть миллиона. Понятно, что логистика уже, ну, тяжелая просто, это же как, сейчас уже какие-то, ну, уже там, почты налажены, скоростные дичилы, там, и так далее. Тогда же не было ничего. Такая, знаете, только становление было вот этой транспортно-логистической системы страны, стран. У нас было 17, по-моему, стран. И мы столкнулись с ужасной проблемой. Там комплект, ну, то есть заказ человек делает, продает, не приходит. А то, что должно было прийти в эту страну, приходит в другую. Ну, то есть мы поняли, что мы стоим на краю вообще, ну, того, как компания рухнет. Рост большой, а логистика отстает. Что делать? А у нас было как? Центральный офис и два или три склада, где вот эти заказы собирались. Мудрый наш, мудрый Сео Петр Силкин, Петр переводится как скала, да, принимает решение всех объединить. То есть, чтобы офис, все менеджеры и склад были рядом, один склад. Линия сборки, ну, потому что так невозможно. Там, там, все разбросано. А где? Ну, нашли такой новый фарма-склад. Фарма-склад, то есть красивый полы, ну, такая чистота, ну, прям современной вентиляции. Пополам разделили. С одной стороны, все юристы, менеджеры, программисты, а с другой, грузчики, сборка, склад. И вот здесь я расскажу вам то, что никто никогда в мире не делал. Вот поверьте мне, и вы поймете почему. Да, Марина Ульянова, по-моему, руководитель, такая прям была наша гордость, делает, нанимает на работу грузчиков. Да, ну, таких специалистов. И я очень хорошо помню, чтобы вы понимали качество, какой у людей, и что потом произошло дальше. Когда выдали первую зарплату, на следующий день 30% вообще на работу не вышли. Забухали. Да, но не вышли. То есть, представляете, контингент какой, с кем работать надо. И вот здесь мы с Петром принимаем решение, а развивать не только юристов, программистов, менеджеров, но и грузчиков. А как мы развивали? Вот уникальный опыт, ребят, да? Мы приглашали в обед, к нам туда, в этот захолусть, в этот склад, ну, там, да, фарма-склад, такой у нас целый этаж, по-моему, был. Ну, академика, ведущий специалистов каких-то областей генетики, истории, да, макроэкономики. И они читали лекции не только вот нашим, да, менеджерам, но и грузчикам. Обед, да, приезжали, я не знаю, ну, я точно помню, в этот, по моде Васильев, там, Слава Зайцев. Ну, то есть, люди, которые с экранов телевизоров, то они там такие популярные были, что-то передачи вели. Или там академик, который руны единственное в мире читает. Да, я хорошо помню, как вот мы вытаскивали самых, у которых мы учились. Нам интересно у них учиться. И происходило чудо, ребята. Да, вот эти грузчики, пьянчушки, ребята, они преображались. Я уж не говорю про менеджеров, юристов, экономистов наших, там, бухгалтеров. Они росли как личности. Это, знаете, как вот вы такие, как Макаренко, когда-то работал, да, с преступниками малолетними, создавал свою величайшую безрецидивную педагогику. Вот это было чудо. Это было чудо, ребята. Потому что мы знали, что мы можем создать великую команду, только развивая людей. Только развивая личность, интеллект, характер. А потом много раз слышали от грузчиков, от руководителей, от юристов, программистов. Да, это были самые счастливые годы в моей жизни. Ну, кто когда в мире, да, там, в Японии, в Америке, во Франции, да, развивал, притаскивал топ, ребята, лучшие и мозги лучших ученых, лучших специалистов мирового уровня, чтобы, да, развивать личность грузчика. Да никто никогда. Это работа. Но самая главная работа была, конечно, с дистрибьюторами, с партнерами, да, с нашими. И вот я вам поясню, как раз расскажу, так, ну, там, это такой же поток, вот как мы делаем, обучаемся, развиваемся, падаем, встаем. Это процесс непрерывный. Как в спорте, как в науке, как в бизнесе. Меня очень доставали продукты. Ну, я не видел себя, вот я всегда иронизировал, кто ребята хорошо помнит, и Петр Силкин, и Александр Галович, и я говорю, ну, ребят, ну, я не вижу себя, я не хочу жизнь отдавать, чтобы продавать эти банды, косметики, баночки эти. Я говорю, ну, как жизнь, ну, пускай это, как несунок такой, ты берешь у производителя и несешь эту баночку потребителю, да. На это жизнь драть, я говорю, не хочу, это у меня всегда продукты, меня доставали. Ну, я приведу вам пару случаев, вы поймете, почему. У меня школа, выступление прилетело в какой-то город, и город не буду называть, тысяча реальных человек в зале сидит, и мы сидим с лидерами Дель Старом в этой, ну, как они называют, гребет, обычно, в резалах, да, и что-то болтаем мило, так все, и уже все, через минуту мне выступать. И обычно как, ну, да, какие-то есть улицы, там, да, ткань какая-то, ширма, и ты стоишь на ней, и вот тебя уже начинают объявлять, там, бла-бла-бла, выйдет там такой умный, хороший, сейчас что-то расскажет. И перед самым выходом лидер этого города Дель Стар, мне осталось, ну, минута до выхода. Я должен вдохновить эту тысячу людей, что-то рассказать им важное. Знаете, таким заговорченщикам, тоном, Владимир Ильич, я при всех-то наших не стал говорить, я же умный. Ну, смотрите, мне тюбик попался, который забродил, ну, мало там консервантов положили, там, может быть, технологические, я-то узнаю. И вот этот тюбик открывает, да, нажимает, оттуда вот такое зеленое, вонючее что-то. И я думаю, господи, да за что мне такое наказание, я хочу людей развивать здесь, все это, да, да, да. Вот, или там, допустим, мы объявляем промоушен, кто сделает что-то, тот, 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 тот получит, так, подарок. И вот как на слово, да, производитель, который никогда не подводил, у него пожар, сгорает цех, танки, он говорит, «Ребят, ну, клянусь, я не хочу вас подвести, но вот этого подарочного продукта я вам не поставлю, там, сто вагонов условно». И вот я хорошо помню, мы сидим с Петровым, он президент, я мотиватор, стратегия. Я говорю, Петь, за что нам с тобой такое наказание, эти баночки, эти пузыречки, ну что, неужели ради этого мы пришли в этот мир? А мы же развиваем лидеров всегда, да, вот кто был, Дельстар скажет, это были самые мощные школы, самое мощное развитие. И вот это вот все достало, и мне нужно было лидерам показать нашим, что наш бизнес, это не баночки, не вот эти вот там коробочки, там фигня, да, а это развитие личности. Я придумал такую школу, вот сейчас я вам расскажу. Короче говоря, мы из цирка на Цветном Бульваре притаскиваем в зал настоящего большого пушистого верблюда, вот такой. Красавец, да? И я как сейчас помню, ну у меня дома нет никаких украшений лидерных, да, как-то у нас не принято, это что-то какая-то бред, там что-то таскать на себе. Вот, я у жены Андрея Каркунова, ну Каркунов конфеты все знают, кстати, бренд Каркунов я придумал ему, сто процентов, потому что они хотели назвать как-то осенний лес, что-то я приехал к нему в гости к Андрею, в офис, ну друг хороший мой, приятель. И смотрю какие-то эскизы, каких-то коробок конфет, а олень и лес. Я говорю, Андрюш, ты обалдел столько. Да ну, зари Каркунов, и мой дизайнер, а потом он Андрюшка к себе переманил, не жалко, вот это вот создал, вот это А, Каркунов, это Вяся, вот это сто процентов моя заслуга. А у Каркунова Андрея жена, одна фамилица оказалась, они познакомились с вторая супруга, вернее другая была, я тоже хорошо очень знал, с семьями всегда дружили. Вот, Андрюшка говорит, на форуме выступаю, бизнес форум, слышу фамилию Каркунов и бегу на сцену. Думаю, меня вызвали, а вы что девчонка Каркунова, и качайте там владельца магазина Елина, Наташа, хорошая девчонка. Девчонка, я добилась сама, вышла замуж неудачно в Екатеринбурге за актер, актер забухал, мать его не прописывает, у нее ребенок от этого актера на руках, она пошла работать сначала в казино, там бандиты пристают, ну симпатичная девчонка, потом по этим продавцам ювелирку стала директором магазина, партнером крупной ювелирной компании, да, из нее. Я говорю, Наташка, у тебя что там есть дорогое? Она говорит, вот брошка есть за полмиллиона долларов, дай кольцо за 100 тысяч долларов. Я говорю, брошка хрупкая, ну так, я говорю, не на кольцо, припусть мой охранник подъедет, отдай помощник. Короче говоря, рассказываю вам, это интереснейший школа, ну, знаете, зал сидит, выводим верблюда на сцену, уже интересно, правда. Вот как вот в Египте, в Эмиратах, такие они худые, поджарки там, а это такой какой-то пушистый, калмыцкий красавчик такой, ну, понятно, с наркобой же отмытый, если такой зал за этот самый залазканный. И в руке я держу коробочку с кольцом 100 тысяч долларов. И я обращаюсь к лидерам, к ребятам нашим в аудитории, там, несколько тысяч, не помню, сколько тысяч, там, 3, может, 5 тысяч. Я говорю, ребят, давайте сыграю в игру что-то, где, когда. Говорю, вот смотрите, вот стоит верблюд, я узнал, в калмыкии они стоят 500 долларов, тогда стоят, сейчас не знаю сколько. И вот у меня маленькая коробочка внутри, как вы думаете, что дороже, коробочка или верблюд? Вот это красавчик. Ну, кто коробочка, верблюд, мне внимание привлечено. Открываю крышку, у коробочки достаю кольцо, камеру крупный на чай, бриллиант, все сверкает на экране. Я говорю, это кольцо стоит 100 тысяч долларов. Верблюд 500 тысяч, 500 долларов. То есть, получается, кольцо в 20 раз дороже, чем верблюд. Так вот, я говорю, смотрите, вот эти наши баночки, там, зубная паста, косметика, парфюмерия, бады, это верблюд. А он привозит самое важное богатство. Сколько верблюд таких кольцев может привезти? Да, на миллиард долларов. Это ваше развитие. Это рост вашей личности. Мы используем Дайдель Старк как тренажер развития личности, обучения, рост личности. Это действительно так. Но у нас эти продукты вот достали с Петровым невозможные. Ну, кто понимающий, следующий слайд, пожалуйста, в студию, слайд в студию. Ребята, вот до суперджампа, до дела моей всей жизни. Я мучился, метался между духовным развитием и деньгами. Вот клянусь вам, то туда побежишь. Вроде развиваешься, да? Здесь все в бизнесе падает. Снова в бизнес бежишь, снова опять деньги, деньги, душа страдает. Ну, мы же не можем быть своими рабами денег. Ну, это же тогда человека нет просто. Личность исчезает. Человек, который становится рабом денег, славы там, власти, все нет человека. Если оболочка и раб денег, деньги ему говорят, что делать, кем заражить и так далее. И вот это отметание туда-сюда, туда-сюда. И вот понимание того, что, опять же, я привел вам пример, грузчиков развивали, партнеров в Эдельстаре развивали. Я думаю, что каждый из них, кто был на тренингах, мастер-классах, до сих пор с добротой вспоминает. Потому что это опять были лучшие наши месяцы, часы, когда мы росли. Вот эта нагрузка, эти баночки, склады, логистика, вот какой-то А просто. И так продолжалось очень долго, ребята, да? Вот дискомфорт в душе. Или бизнес, или развитие личности. И, к счастью, хватило мудрости ума, пускай возраст уже не пятна, ну, в молодости такое не придумаешь, да? Мы нашли выход. Мы поняли, что нет никакого противоречия, которое нам внушали. Или духовный ты, или ты богат. Или, или. Понимаете, парадигм, он уже живёт там столетия. Или ты духовный, но бедный. Или богатый, но без души. Выбирай, или, или. И вот впервые мы создаём новую индустрию, новую профессию. Мы объединяем миллиарды долларов с развитием духовности, интеллекта, нравственности, личности. С пользой большой для человечества. Да, то есть до суперджампа, до интеллектренера, ну, не было такой идеи в мире, идеи не было, что педагоги, просветители, психологи, да, святихи должны быть миллиардеры. Выбрал профессию педагога, но будь нищим. То есть это не справедливость, а педагоги для меня главные люди на земле, я нисколько не преувеличиваю коллегию. Почему? Потому что они отвечают за будущее поколение. Если мы с вами посмотрим на пищевую цепочку, вверху кто? Политики, бизнесмены, спортсмены, артисты. Вот какой-нибудь морду бьёт на ринге, у него миллиард долларов или миллион. А внизу социальные этой лестницы, во всех странах практически, кто? Педагоги. Эти развращают, да, вот этим мордобоем кровища всё, бухая радостью жизни, неработами, да, педагоги, нищие. Ну, кто энтузиасты, кто не сдался, бьются, пытаются спасти будущее поколение. То есть ответственность воспитателей, просветителей, педагогов самая важная. А на них плюют, зарплатами унижают, унижают самых главных людей на земле. Так а что вы хотите в следующем поколении? Ну, вот будут морду бить, будут прыгать, петь песенки там по сцене, да, не развиваться. И вот впервые в истории мы объединили. Мы поняли, что некуда идти. Но или духовность нищета, или богатство, но без души. Или вот мы, когда соединяли, как могли развитие грузчиков, называли партнёров, развивали, пока не создали новую идею, новую стратегию, новую философию, новую индустрию. И, да, самую, подчёркиваю, крутую профессию в мире, интеллект-тренер. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, вот я, как мы занимаемся 11 лет уже, только суперджампом, я и Пётр, только суперджампом, ребят. Мы когда поняли, что нашли там, где мы можем быть счастливы, где не сват, брат, интриги какие-то, а где есть платформы, на которые развиваются самые яркие люди. Да ведь никто же на грибе славы, я сейчас своего сыночка приклею, доченьку любимую, да? Нет. Нет, ребята, я к вам обращаюсь, да, вас призываю, вытаскиваю высокое ближайшее. Давайте, группу собирайте, да, попадайте в грибе славы. Честно, очень честно. Справедливо, справедливо. А вот, и я сейчас покажу новым нашим коллегам, партнёрам, интеллект-тренерам, я покажу и докажу, почему. Профессия интеллект-тренер самая великая в мире, самая крутая, самая мудрая, самая денежная. Итак, смотрите. Создавая с нуля дело жизни, наше дело мечты, естественно, мы всё лучшее собрали, что за тысячи лет было создано в философии, в педагогике, в технологиях бизнеса, да, финансово. Всё лучшее осознанно. Всё лучшее и воплотили в профессии интеллект-тренер. Итак, интеллект-тренер — это психолог 2.0, или суперпсихолог, или сверхпсихолог. А я с него докажу, ребята, это не голословно, да? Это предприниматель 2.0 или суперсверхпредприниматель. Это педагог 2.0, да? Или суперпедагог, сверхпедагог. И, конечно, это лидер 2.0. А вот теперь доказываю. Поехали. Следующий слайд в студию, коллеги. Почему интеллект-тренер-психолог 2.0? Доказываю, ребята. Первое. Психолог не может иметь право обучать других психологов. Так ведь? Только университеты. Туда плати. А ты, тебя обучитель, диплом и всё. А интеллект-тренер? Да ещё практикующий, да ещё супер. Это университет. Каждый суперинтеллект-тренер, каждый лидер — это университет. Онлайн-университет по подготовке. Миллионов интеллект-тренеров. Да? И сейчас пока не нужно вот этот растаскивать, там, дарить. Пока. Ну, вот моя академия, моего имени, ребят. Вот просто командой дойдём сейчас, дадите, ну, хотя бы до миллиона долларов в месяц. И потом я сам скажу вам, ребята, создавайте уже имидж, свою торговую марку, университет имени там вашего. Сейчас пока лучше вместе добежать до этой высоты. А дальше мы будем создавать ваши торговые марки. Мы будем помогать вам создавать такой имидж. Лично вам, ребят. Да? Дальше. Итак, смотрите. Психолог не может давать дипломы, готовить. Вы можете. Второе. Психолог не может быть миллиардером, мультимиллионером. Ты что, ну, не наработаешь там с этим, да? А вы можете. У психолога нет пассивного дохода. Бедолаги. Вот я так их жалко. Ну, дай бог им здоровья, понимаете? Вот они работают с клиентами, негатив на себя, да? А, заболел. Всё, голос пропал. Как работать? Денежек нет, доходов нет. Создав пассивный доход, создав... Мы командой работаем. Сегодня приболел один, завтра другой. Но победить мощь команды невозможно. А когда миллиардерами станет тебе, тогда и финансовая свобода. Вот почему. И интеллект-тренер — это суперпсихолог. Психолог 2.0 доказал. Дальше идём, ребят. Почему интеллект-тренер — это педагог 2.0? А так, как мы с вами прославляем и любим великих педагогов, да, постолотцы, Макаренко, Сухолинский, Умшинский, Монте-Сори, да, никто не прославляет. Никто не прославляет. Даже в школах. Я вот порой с учителями встречаюсь, что-нибудь спросишь, правда, зачем он ещё Макаренко, я даже не знаю. И эти великие гиганты, на плечах которых стоит наша цивилизация, они свой гений, свои сердца, в прямом смысле своей жизни отдали в развитие подростков. Правда же? А сегодня наступили такие резкие перемены цивилизационные, что миллиарды взрослых людей оказались как будто дельфины, выброшены на штормом раскалённый берег, обжигающий... То есть мы, взрослые люди, попали в новую реальность. Огромные скорости. Ценности меняются. Точки опоры из-под ног уходят. Смысл исчезает. Тяжело взрослым людям? Кто считает, что сегодня взрослым людям тяжело? Дайте лайк, дайте сердечки. Да, конечно. И как мы с вами говорили, Apple, Microsoft, Google, все сегодня компании, мультимиллиардерские, триллионерские, они вкладывают каждый год триллионы долларов в развитие технологий, искусственный интеллект, роботы, блокчейн, навык и так далее. Технологии, квантовые компьютеры. Вопрос. А кто занимается в помощи миллиардам людей? Кто занимается развитием миллиардов взрослых, хороших, трудолюбивых людей, которые попали в очень большое давление психологическое, морально-экологическое, социально-экономическое? Только интеллект-тренер. Да, то есть, по сути говоря, мы взяли на себя ответственность быть педагогами для взрослых людей. Вот почему вы педагоги 2.0. И вот почему у вас миллиарды долларов будут. Следующее утверждение доказывают. Я утверждаю и докажу сейчас каждому из вас. Даже вот новичок пришел, он ничего еще не знает, что-то какие-то термины и так далее. Ребята, вы лидеры 2.0 или сверхлидеры. К чему? Почему вы будете круче, чем величайшие лидеры всех времен народа? Потому что сама платформа, на которой мы объединяем наши таланты, наши знания, нашу энергию, наши лидерские силы, наша платформа Суперджамп, партнерская программа. В мире таких партнерских программ программ не было. К чему? Потому что по математике, по логике, а математикой я еще прямо, любой из вас может создать не только 100 миллионов объединительных тренеров, а объединить 3 миллиарда взрослых людей. Проживая в любой точке мира, не обладая никакими знаниями, образованием любого возраста, 85 лет, вам 15, врач, учитель, таксист, детей, не важно. Вот реальная возможность проводить Суперджампы, рождая практикующих интеллектренеров, и ты объединишь весь мир. То есть я гарантирую, что первый чек даже наша всемирная ассоциация будет самым великим, самым уважаемым, и в материальном плане самым богатым человеком в мире. Вот здесь будет первый чек, а здесь Илон Макс, Бесс, Билгель, все вместе взяты. Почему? Мы создали это, чтобы, почему, как мне очень понравилось, Роберт Расс сказал, ребят, ну мне миллиарды, зачем нужны? Чтобы люди меня слышали, чтобы просвещать, чтобы нести, да, вытаскивать их из этого глюцигенного сна тысячелетнего невежества и злости. Вот почему каждый из вас суперлидер. Лидер, да, 2.0. Доказал? Доказал. Следующее. И четвертый, вот предыдущий, ребят, да, включите, пожалуйста, предыдущий слайд, да, лидер 2.0. А где предпринимать? А перед этим что было? Я просто не очень хорошо. Педагог. Ну хорошо, да, видать, выскочил слайд один. Итак, смотрите, коллеги, почему? Да, вы предприниматели 2.0 или суперпредприниматели доказывают, чтобы стать сегодня долларом миллиардером, нужно вложить миллиарды и вероятность 1.2, что все это сработало. Ну статистика такая. Мы с вами рассматривали, да, вот Nvidia, предыдущий, кто был пример, помните, как генеральный директор там говорит, ему господин NBC спрашивает, вы знаете, сегодня же входной билет, бизнес дорогой. Он говорит, да что вы дорогой, 100 миллионов долларов всего лишь. Вот когда мы заходили, было дорого, миллиард 2, миллиард-2 миллиарда долларов. Ну да, вот сейчас мы собрались, учителя, врача, какая же 100 миллионов, лишних в кармане долларов есть, да, входной билет. И вот впервые в истории, я утверждаю, да, вы предприниматели, да, 2.0, вы супер предприниматели. Почему? Все очень просто, коллеги. Стартуя с небольших денег, символических, он меньше, чем телефонная стоимость, мобильного, да, вот, вы сможете реально, а лучшее не то, что смогут остать долларами мультивиллиардеры. Такого не было никогда, ребят. Я как, вот уже башка сюда, да, нужно цеплять за шанс, не упускайте. Дальше. Итак, я доказал вам, что следующий слайд уже вот тоже меня вдохновляет очень сильно. Итак, впервые в истории мы с вами создали, вы это, первые интеллект-тренеры, вот они на галерее славы-легенды, да, ох, как потом, ребята, я не призываю, вот понимаете, мне достаточно уже великий подарок судьбы вселенной, те лидеры, которые есть сегодня у нас, вот восьмом ранге, они все сделают. Это уже сверх-сверх-сверх просто герои. Но я, чтобы вы, я не мотивирую, как может забыть или человек, если какой-то человек, а мне хочется быть забвением, ничтожеством, да никак, ну сиди там, живи жизнью, да, сурка, день сурка, проснулся, пописал, помылся, позавтракал, поехал на работу, поработал и помер. Ну что это жизнь, что ли? Навеки в галерее славы, да, помогай людям, проводи группы, вот это жизнь, высокое проживание. Итак, коллеги, смотрите, впервые есть шанс. Все, кто меня слышит, быть честными, да, гореть идеей, искать единомышленников, их мало пока. Когда миллиарды будете зарабатывать, очередь будет, весь мир захотит быть интернет-тренерами. Но в том, ты красота. Первым тяжело, первых, да, обзывают, грязью поливают, тухлыми помидорами, яйцами, но первые получают, знаете, есть такая пословица, по-моему, во Франции. Первые получают устриц, а все остальные скорлупки от них. Будьте первыми. Да, следующий слайд. Вот почему вы номер один. Сейчас, через пять минут, начнется школа, закрытая школа. Все, хватит больше давать знания тем, кто не практикует. Лига практикующих интернет-тренеров. Почему это важно, ребята? Не практикующий интернет-тренер это сухая яблони. С левой стороны, видите, ветка сухая у яблони. Есть у старого, усиленной яблони, дерево, сухие ветки? Да, есть. Это не практикующий интернет-тренер. А, ну, то, что ничего не создают, не рождают, не помогают людям. Приобрели право помогать людям, приобрели инструментарий, помогать людям. Все приобрели, но не хотят по какой-то причине. Это их дело, их судьба. А вот практикующие интернет-тренеры, это не только яблони, это люди, которые сады сажают, да, создавая новых практикующих интернет-тренеров. Поэтому сегодня будет мощнейшая школа. Кто будет преподавать секрет, будет, но будет очень интересно. Поэтому, через пять минут практикующие интернет-тренеры, следующий, пожалуйста, слайд, соберемся на секретную такую школу, где сакральные знания передаются, правильно? А вот, дорогие коллеги, ну, конечно же, срочно играйте группы, срочно помогайте людям. Я через мастер-классы мои прошло более 450 тысяч человек на земле. Я же не наивный какой-то идиот, да, ну, тысячи, тысячи там стало, очень много я преподавал и не зарабатывал на этом деньги. Страсть была. Деньги зарабатываем в бизнесе, а душа просвещаем, помогаем людям вот как хобби, как страсть. Чему я вспоминаю? Вот я вам клянусь, ребят, каждый раз перед выходом вот на сцену ты шаг делаешь, прилетаешь в город, в страну, в какую собираются люди и ты проводишь свой мастер-класс. У меня обычно восьмичасовые были. Я всегда вот, я понимаю, сейчас уже начинают там объявлять меня, я всегда себе говорил, Господи, дай мне силу помочь хотя бы одному человеку. Я жизнь проживу не зря. Я просто прошу вас, дорогие коллеги, соратники, друзья, партнеры, сотоварищи, да, набирайте группы. Только так вы сможете помочь людям и прожить жизнь не зря. Срочно, как бы ни было тяжело, вам наставники помогут, набирайте группы и проводите суперджам. Ну, стартуем, идем набирать группы. Так, дайте сейчас, интересно, сколько у нас лидеров, умных, мудрых ребят. Кто поставил цель перед собой? Только по-честному, ребят. Попасть в галереи славы. Ну-ка, дайте сердечко. Посмотрим, посмотрим, кто мудрые, кто, кого есть, да, тест, кто пройдет тест на величие, на бессмертие ваших имен. Все, тогда бежим, летим, набираем группы и проводим суперджампы. Легендарные герои воздуха в грунт. Поехали. Пять, четыре, три, два, один. Мы самые мечтающие во все времена. И первое место в галереи ваше. Это наша судьба. Полетели, набираем группы.